Привет! Эта неделя принесла нам много чего интересного. Официально представили Razer Phone, Android Pay заработал в Украине и стали известны некоторые подробности ремейка Короля Льва. Поехали! Ну что ж, дождались и наконец-то можем поприветствовать свеженький геймерский Razer Phone. Ааа, здрасте. 1 ноября в Лондоне прошла презентация, на которой и был представлен первый флагман компании. Смартфон получил угловатый дизайн, напоминающий монолит из космической Одиссеи. Экран не безрамочный, но имеет разрешение 2К при диагонали 5,7 дюймов. Главной его фишкой является частота обновления в 120 Гц. Это значит, что игры смогут выдавать вам картинку с частотой 120 кадров в секунду. Что, зрение подводит? Конечно, чтобы обеспечить такие показатели, в смартфон установили топовую начинку. 835 Snapdragon и 8 гигов ОЗУ к вашим услугам. Не забыли и про автономность, ведь именно игры любят очень сильно кушать батарею. В гаджете установлен аккумулятор на 4000 мАч. Ну и какой же нынче флагман без хорошей камеры? Девайс получил сдвоенный фотомодуль, состоящий из широкоугольного объектива на 12 Мп и телевика на 13. Также Razer Phone оснастили мощными стереодинамиками, но следуя трендам, отказались от миниджека. Разработчики заявляют, что на флагман будут выходить эксклюзивные игры. Стоить эта прелесть будет 699 долларов. Как по мне, очень годный смартфон, но что думаете вы? Комментарии внизу, если вы понимаете, о чем я. Почувствовать магию бесконтактной оплаты стало еще проще. Платежный сервис Android Pay заработал в Украине. Теперь владельцы смартфонов на базе Android 4.4 и выше могут бесконтактно рассчитываться за свои покупки на кассе. Для этого достаточно скачать приложение на свой девайс и зарегистрировать там свою карту. Чтобы рассчитаться, просто разблокируйте смартфон и поднесите его к терминалу. Сейчас это доступно только для карточек, выпущенных приватбанком, однако в будущем список будет расширяться. Сервис только запустился и, разумеется, поддерживается не во всех магазинах и заведениях. Просто ему нужно дать больше времени. Ну и, конечно же, важнейшим критерием является наличие NFC-модуля в вашем устройстве. Без него воспользоваться данным сервисом не получится. Возможно, пора задуматься о смене смартфона, а то будущее стучится вам в окошко, а вы не отвечаете. Вот только где можно купить новый смартфон? Даже не знаю. Вот ума не приложу, где? Когда разработчики не могут нормально доделать игру, этот тяжкий труд ложится на плечи геймеров. Ладно, я сделаю это сам. Весь мир с нетерпением ждал Aliens Colonial Marines от Gearbox. Многострадальный проект должен был стать одним из лучших шутеров по данному франчайзу, но как-то не сложилось. После релиза на игру моментально обрушился шквал негазивных отзывов, а разработчики признавать свою вину и что-то исправлять не спешили. Неужели ты не понимаешь, что натворил? Ругать игру на самом деле было за что. Устаревшая графика, глупые противники, нелогичный сюжет. Явно не такого геймеры ждали от проекта. И вот модер под ником TemplarJFX решил полностью переделать игру. Уже два года он постепенно исправляет недоработки Gearbox. На неделе он опубликовал пятую версию своего мода под названием Overhaul Mod. В нем переработаны текстуры и локации, улучшен и противников, и соратников, а также исправлена механика стрельбы. Да, стрельба в оригинальной игре была выполнена из рук вон плохо. Так, все слышали? Вынимайте магазины, давайте все их мне. Ну что тут еще добавить? Спасибо таким модерам за то, что они есть. Ну вот, поезд ремейков и добрался до станции Король Лев. Трудно найти человека, который не знаком с этим мультфильмом и который сможет удержать слезу во время вот этой сцены. Да здравствует король! Жадные студии вновь хотят поиграть на наших ностальгических чувствах и уже вовсю занимаются перед запуском. Фильм должен выйти в 2019 году и снят он будет в формате лайф-экшен. То есть в целом это будет не мультик, а полноценный фильм, напоминающий прошлогоднюю книгу джунглей. В этот раз мы будем не только слышать голоса актеров, но и сможем посмотреть на их лица. Ну, это сильно сказано, конечно, ведь на них будет тонна CGI-эффектов, но все же. Отца Симбы Муфасу исполнит тот же актер, что и в оригинале, Джеймс Эрл Джонс. Самого львенка озвучит Дональд Гловер. Возлюбленную Симбы сыграет Бейонси Ноус Картер, а роль Пумбы достанется Сету Рогену. Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет, поедая вкусную вспоминнику. Как можно не любить вспоминашки? Долгожданный Тор Рагнарек добрался до кинотеатров. Новая глава киновселенной Марвел расскажет про то, как бог Грома, объединившись с Халком, попытается спасти все девять миров от уничтожения. Думаешь, я в игры играть пришел? Кино уже успело завоевать любовь критиков и зрителей. Но зачем мне все эти люди, ведь у меня есть вы? Делитесь впечатлениями от фильма в комментариях. Кстати, если вы хотите побольше контента, связанного с фильмами или сериалами, то дайте об этом знать своими лайками. Так, глядишь, может, сделаем отдельный ролик, в котором обсудим Тор Рагнарек и, к примеру, второй сезон сериала Странные дела. На этом все. Не забывайте подписываться на наш канал, нажать на колокольчик, почитать наш блог и посмотреть прошлые выпуски. Увидимся через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»